В Екатеринбурге расцвели белые цветы, символ благотворительности, корни которого уходят еще во времена последнего императора. Дети Николая II дарили нежные растения за пожертвования. Эта вековая традиция не завяла, наоборот, набирает цвет. На какое доброе дело собирают деньги сегодня, расскажет Игорь Бонгин. Для этого мы берем несколько наших лепестков, 8 лепесточков, складываем один в другой, склеиваем и соединяем. Один за другим в городе распускаются белые цветы, символ чистоты и благотворительности. Их вырезают и склеивают из обычной бумаги волонтеры, чтобы с чистого листа началась жизнь у тех, кто нуждается в помощи. Этой традиции больше века, также собирали средства еще в царской России. Царские дети, когда они гуляли с мамой своей, увидели больных, увидели больных, по-моему, это бифкулесом, и у них возникло желание построить панцер. И они придумали такое занятие – сделать белые цветки. Сегодня традиция, призванная помочь больным, обретают новую форму. Цветы делают из конфет, бисера и ткани. Неизменно одно – цель акции. И это не только сбор средств. На такие мастер-классы часто приглашают инвалидов, которым очень важно внимание. Во всех смыслах этого слова. Каждую неделю проходят мастерские, в том числе с участием людей с ограниченными возможностями. Потому что рукоделие – это одно из тех видов творчества, которые им доступны. И это очень здорово, что в проект включаются не только горожане. Например, в торговых центрах у нас проходят мастер-классы. Лицеи и институты приглашают прямо к студентам, чтобы мы провели рассказ, презентацию о царской семье, о традициях семейных. Белые цветы дарят тем, кто помогает. Сегодня волонтеры собирают пожертвования на создание городского гуманитарного центра. По задумке, там будут оказывать поддержку больным и малоимущим. По словам службы милосердия, каждый месяц к ним обращаются полсотни семей. Одним нужны деньги и вещи, другим – моральная поддержка. Цель гуманитарного центра, центра гуманитарной помощи – соединить тех людей, которые могут помочь и хотят, и тех, которым нужна помощь, и которые за ней обращаются. Акция, во время которой белые цветы меняли на доброе дело, уже прошла в торговых центрах, театрах и университетах. Сегодня к ней присоединились рукодельники с особенностями развития, которые принесли на ярмарку и свои поделки. В руках Екатерины, например, мыло обретает вкусные формы. Берется специальная силиконовая форма, и по этой форме отливается уже мыло. Ягоды тоже делаются отдельно, тоже из силиконовой формы. Потому что сейчас такой материал появился, силикон, и благодаря ему, благодаря этим формам, тут безгранично. Можно делать что угодно, любое мыло, любой формы. Фестиваль «Белый цветок» продолжится до середины лета. После сбора необходимой суммы волонтеры и сестры Милосердия приступят к ремонту помещений будущего гуманитарного центра. Здание уже подыскали. Игорь Бонгин, Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.